Ревет? Нет? А может вы? Нет? А кто же тогда ревет? Аааа, генерал! Влюбился генерал в Настю, да только безответно разозлился и заколдовал. Теперь жениху девушке Сене придется очень постараться, чтобы вернуть любимый прежний облик до захода солнца. Мы чаще всего служим, чтобы бить главного актера, нашему Петрушку. Он у нас главный герой. И мы еще играем с генералом, так сказать, его охранники, его люди и выполняем все его действия, все его задачи. Первым, кого встречает Сеня в 39-м царстве, это Заяц. Он проводник к заветному чуду и в то же время ленивый охранник волшебных тропинок. Обожаю играть в сказках. Это мой первый Заяц. До этого были медведи. Так что у меня Зайчий дебют. Поэтому было бы очень интересно примерить на себя новый образ сказочного персонажа, который до этого я не играл. Но даже коварный генерал в итоге останется счастливым, невзирая на то, что Настя и Сеня все же будут вместе. Режиссер спектакля Владимир Буралкин признался, что очень любит сказки. Причем не только за многобековую мудрость. Сказка дарит нам что-то радостное, такое волшебное и комфортное. Ну, потому что все будет хорошо. Ведь когда мы слышим «жили-были», мы знаем, что случится что-то волшебное, завораживающее, страшное даже. Но обязательно добро зло победит. И хочется быть вот этими самыми главными героями, чтобы это зло и побеждать. Вы знаете, мальчики обычно хотят быть главными героями, а как раз-таки девочки принцессами или главными женскими персонажами, из-за которых, собственно говоря, действие начинается. Я думаю, что сказка дарит нам что-то истинное, настоящее, важное. И самое главное, она нас учит быть очень добрыми и великодушными. Я всех приглашаю на премьеру. Приходите обязательно, и дети, и родители, и взрослые. Я думаю, сказка будет интересна от 8 до 80. Алена Маскалева, Павел Толобаев. Наш Новости.